Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! После некоторого перерыва мы возвращаемся к прямым эфирам. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, рассказывайте свои истории, как вы провели лето. Может быть, у вас какие-то темы осени возникают, учеба, работа, личные отношения. Мы готовы поговорить, нам всегда интересно узнать, чем живут наши телезрители. И мы готовы и пробуем отвечать на вопросы, связанные с отношениями, с психологией, с душевными переживаниями. Поддержите меня, Алексей. Да, поддержу. И я добавлю, что я иногда слышу какие-то даже, может быть, упреки или такую обратную связь, что я слишком серьезно говорю об этих вещах. Ну, о психологии, да. Ну, это действительно большая часть моей жизни, и действительно мне интересно не ради разговора, не ради красного словца, а ради того, чтобы разбираться в том, что происходит вокруг нас и внутри. И нас искать и находить, ну, скажем так, вопросы, касающиеся психологии, да. Или вопросы, те вопросы, которые изучает психология, да, или те вопросы, ответы на которые лежат, по крайней мере, часть ответов лежит в пространстве, ну, знания психологии, да, какой-то информированности хотя бы психологической. То есть такой способности, ну, в общем, задавать какие-то вопросы о самих себе, отвечать на них, делать умозаключения из опыта и так далее, да, и как-то в этом смысле продвигаться. И, ну, так случилось, что сейчас интерес к этой форме человеческой деятельности, а по сути интерес к жизни, он очень серьезный, очень большой, поэтому звоните. Мы попробуем, даже из тех, может быть, звонков, которые у нас были перед этим, человек в очереди стоит в поликлинику, да. Ну, казалось бы, где здесь психология, но очевидно, она есть. Или там человек возмущен тем, что показывают по телевизору в какой-то передаче. Казалось бы, где здесь психология, это вроде бы вопрос телевидения. Ну, как у нас уже было, человек был возмущен отношением кондуктора в автобусе, да, как он там вел разговор, общался с какими интонациями. Да, да, поэтому везде, где есть человеческое участие, везде, где мы разговариваем, даже если мы молчим, ну, разговариваем позиционно как-то, да, разговариваем телесно, разговариваем, жестикулируем там и так далее, да, поем, действуем. Это все психология, это все, ну, коммуникация, да, если так еще добавить словечко. Поэтому, да, вот, добро пожаловать. Обсуждая предварительно перед программой темы, вы предложили хорошую идею, на мой взгляд, вот, она связана и с коммуникацией, и с психологией. Озвучите, пока мы ждем предложений ваших историй. А мы телефон озвучили, да? Мы готовы поговорить, да, и озвучили. Ну, телефон появляется еще и на экране во время нашей программы, так что можно будет позвонить при желании. Да, и у нас действительно был с Еленой предварительный такой разговор, ну, затравка наша, с которой мы сегодня к вам выходим. И не случайно она опять касается семьи или процессов, происходящих в семье, процессов, происходящих между родителями и детьми. Потому что, ну, себе трудно представить человека без значимого малого окружения, которое, в принципе, мы можем назвать семьей или в буквальном смысле это папа, мама, бабушка и дедушка, да, или это семья. Ну, как иногда пишут, такая вторая семья, да, то есть, например, школа – это семья, да, для кого-то там детский дом – это семья, да, для кого-то спортивные сборы, группа ребят, которые регулярно из года в год ездят. Вот это для них большая семья, чем родители, потому что они могут проводить там 10 месяцев друг с другом, да, и два месяца дома. Дома они гости. Ну, так вот, да. Ни дети не знают, что делать дома, ни родители не знают, вот они уезжают и так далее. И вот в этом смысле семья. И мы начали говорить о том, что, и хотим вам этот, может быть, разговор предложить, или эту идею о… Ну, изначально это было опять о том, как родители или близкие задают, например, мне вопрос на консультации, когда они приходят, как им быть с их детьми или супругами, у которых есть те или иные нарушения психического характера, да. Ну, достаточно распространенное сейчас среди молодых людей такое, ну, нарушение, скажем, да, такое отклонение, которое в собирательном смысле можно было бы назвать личностным расстройством. То есть, личность, которая развивается не очень гармонично, или личность, которая развивается не в пределах той нормы, которая у нас сейчас в понимании для личности есть, да. Ну, что это значит? Это личность, ну, какая-то юношеская, да, какая-то вот развивающаяся, которую видят родители. Например, все дети контактируют, а мы не… ну, общаются друг с другом. А мы не общаются, то есть, он вот… ему трудно строить контакты, да. Все дети разговаривают и смотрят в глаза, например, а мы не смотрят. Вот я заметил это как папа или как мама, что мой ребенок избегает взгляда, ну, контакта глазами, да. Или мой ребенок избегает телесного контакта. Или к нему подходит с какими-то предложениями, а он, ну, вот так вот, ну, отстранен, да. Или сидит и учится, а мой вот не ходит учиться, или вообще отказывается выходить из дома. Отказывается выходить из дома. Или мой ребенок настолько тревожно себя ощущает, что он, во-первых, и заявляет об этом, ну, если он уже такой зрелый подросток и может об этом говорить, мне так страшно, мне так тревожно, я не могу туда пойти, да, я не могу пойти там, я не знаю, туда, куда гуляют ребята, да, я не могу пойти в школу или там на первый курс, потому что, ну, я беспокоюсь, в чем я пойду, или я буду выглядеть глупо, или во мне какой-то дефект есть в телесной организации, да, и меня там засмеют. Ну, масса каких-то вещей может быть, да. Или наоборот, мы сейчас говорим о вот личностной организации, родители видят своего ребенка, который слишком много занимает места везде. То есть вот куда бы он ни пришел, он везде стягивает внимание на себя, да. И даже если, не знаю, они приходят на день рождения какому-то другому ребенку, да, другому подростку, который вроде бы должен быть в центре внимания, но родители замечают, что его ребенок, да, его дочь или сын, вот, ну, собирает вокруг. С одной стороны, может быть, это хорошо и так далее, а с другой стороны, у родителя могут быть какие-то вопросы, почему так происходит, во что это может обернуться, да, потому что там есть нюансы, казалось бы, такая выгодная позиция, когда кто-то в центре внимания, она, ну, это выглядит, может быть, только как выгодно. Вот, и масса таких каких-то вещей, да. Ну, вы хорошо описали варианты, можно так сказать, претензий или вопросов родителей к своим детям. Это то, как родители видят, что их чада… Да, возвращаясь вот именно к нашей предполагательности. Да, тема была такая, что родители, собственно, спрашивают, как им быть со своими детьми, особенно когда такое поведение становится совсем нефункциональным или совсем неадаптивным, да. Ну, например, как в последнем примере, помимо того, что ребенок стягивает на себя внимание, он еще и требовать начинает этого внимания, если ему его не дают, да. То есть, ну, буквально, как это, истерику закатывает, есть такое замечательное выражение. И со временем вот какого-то такого поведения становится больше, и родители начинают задаваться вопросом, приходя к специалисту, «Дайте мне инструкцию или дайте мне, пожалуйста, какое-то понимание о позициях, что нужно делать, как себя вести. Во-первых, что с моим ребенком происходит, ну, как-то квалифицируйте его для меня, да. Такой частый вопрос. Поставьте, какой диагноз у моего ребенка. Ну, если это диагностический случай, да, если это, там, речь зашла о консультации психиатра, например, или психотерапевта детского или подросткового, да. – Лично, немножко в сторону уведу, как вам кажется, почему эти люди приходят и задают этот вопрос специалисту в то время, как сейчас в интернете просто пестрят эти инструкции, 10 способов общения, там, с депрессивным родственником, или, там, не знаю, инструкции общения с абьюзером, не знаю, там, еще с кем-то, там, с шизофренией. Вот, прям, бери, не хочу. – Ну, во-первых, сами родители или близкие не берутся в основном квалифицировать состояние своего ребенка или партнера определенным образом. То есть, грубо говоря, не берутся поставить диагноз. Для этого они понимают, что они недостаточно компетентны, они приходят к специалисту, чтобы спросить, скажите, что с моим… Я вот тут почитал, это похоже на маниакально-депрессивный, ну, там, психоз или нарушение, да, или похоже на депрессивное расстройство, или это похоже на нарциссическое расстройство. Подтвердите мне, это так? Это, конечно, сложный вопрос, ну, для части специалистов. Я знаю сложный вопрос, не потому, что они не могут поставить диагноз, а потому, что в этом есть определенная опасность. Я сейчас не буду уходить. Ну, коротко скажу, в чем опасность. А в том, что на ребенка или на, допустим, супруга начинают смотреть через призму диагноза. И с одной стороны это облегчает родителю, например, взаимодействие с ребенком. Что значит облегчает? Ну, я примерно знаю, чего от него можно ждать. Я примерно могу вот те самые какие-то ролики почитать и так далее. Например, я могу прочитать, что бесполезно и вредно от ребенка, который тревожится, который говорит, я никуда не пойду, ну, потому что боюсь. Стыдить его, не знаю, там, позорить и усиливать давление. Нет, ты пойдешь. Нет, вот прямо сейчас возьми и позвони там, я не знаю, учительнице по русскому языку, да. Или позвони заучу, что ты завтра в школу не придешь. Ну, такое давление. То есть в определенный момент родители понимают, или пойди, и ты должен прочитать стихотворение. Ребенок так вот сторонится коллектива, ходит вдоль стеночки, а родители, ну, исходя из своих каких-то соображений, говорят ему, нет, ты пойдешь и там будешь рассказывать стихотворение на 1 сентября. Ну, ад для ребенка, просто сущий ад. Вот. Выйти в это центральное пространство. Вот, и поэтому они приходят для того, чтобы узнать, подтвердить. А второе, ну, чтобы вот какие-то выяснить опорные вещи, опорные какие-то, получить какие-то рекомендации. Как быть в этой ситуации? Естественно, все родители... Вот как быть. Ребенок не выходит из дома, отказывается ходить в школу, не узнает домашнее задание. Вот если без диагнозов. Вот такое поведение ребенок транслирует. Как родители общаться? С какой стороны к нему подойти? Как тут без давления? Не знаю, заниматься ли родителю своими какими-то внутренними проблемами? Что для него значит такое поведение ребенка? Что он чувствует? Какие его эмоции одолевают? Или есть какие-то речевые конструкции все-таки, которые, не знаю, безопасные или нейтральные? Вот в этой коммуникации родителя ребенок, если у ребенка вот какие-то психологические трудности в данный момент жизни? Я вот таким образом помечу свой ответ или начну свой ответ. Во-первых, та ситуация, которую вы описали, она собирательная. В конкретном случае она всегда обличена в какие-то или сопровождается какими-то уникальными моментами. Всегда. И то, что выглядит, как вот если нас зрители сейчас, например, смотрят и кто-то скажет, «О, это про моего ребенка». И второй. И может быть, если там собрать условно всех этих, ну там будет 50, условно 50 человек, 50 родителей, которые могут кивнуть в этот момент головой и сказать, «О, это точно про моего ребенка». Ну, в той или иной степени. Это будет и так, и не так. Потому что, с одной стороны, поведение похоже, но что за этим поведением стоит, какие факторы, да, семейные, там, вопросы, конфликты, традиции и так далее, болезни, может быть, да. С этим, безусловно, надо разбираться. Поэтому я надеюсь, что часть людей идет к специалисту и разбирается. Это вот такой один момент. Вот. И именно поэтому недостаточно, и я бы не хотел, чтобы, и не буду этого делать, да, говорить, что вот на такое поведение есть такой скрипт. Ну, есть такой, ну, ответ, есть такое правильное поведение. Но если пробовать, ну, если… Ну, тем не менее, хорошо, я по-другому задам вопрос. На что нужно обратить внимание родителю вот в своей собственной коммуникации во взаимодействии с таким, ну, пусть не особенным ребенком, да, еще мы не говорим, что он там особенный уже, но с ребенком, который транслирует поведение, выходящее за социальные какие-то нормы, социальные рамки. Вот вы уже начали подбираться, я сказали там. Вот давление, например, да, нельзя давление. Но это же тоже мы обозначаем, вешаем этот флажок давления в коммуникации. Но по факту, оказывается, очень сложно его распознать, это давление. Потому что оно не всегда вот настолько впрямую считывается, да, вот иди… А что я такого сказала, да? Позвони учительнице, да. А что я такого сказала? Да. Спрашивает мама или папа, ну, я обычно так говорю, да, это еще надо обнаружить в себе. А давление может быть в другом, когда ребенок, например, говорит, ну, я позвонил. А мама спрашивает, хорошо, ты там спросил вот это? Ну, вот это спросил. А вот это спросил, нет, не спросил. А вот ты должен был еще вот это спросить, вот это, вот это, вот это. И дальше вот эта модель привычная, давление, поучение какого-то критики ребенка, она включается. Просто это даже не собирательный образ, это, вот я представляю взаимодействие такое, да, конкретной семьи. Я хочу обозначить ключевой момент, Елен, ну, по крайней мере, в нашем с вами рассуждении сегодня. И вы его, так сказать, отразили в слове коммуникация. Вот я хочу, чтобы мы через это слово или посредством этого слова подходили к той истории, которую вы озвучили, к тому вопросу. Я хочу, чтобы, ну, зрители нас в этом смысле, меня однозначно поняли. То есть мы, говорю за часть специалистов, за большую часть, или если за себя я, давайте подходить к этому вопросу с позиции коммуникации. То есть не с позиции цели, ну, ребенку надо позвонить, ребенку надо ходить в школу. Цели никто не отменяет, что нужно быть образованным, нужно быть умным, нужно получить профессию и так далее. Может быть, даже сам ребенок понимает, что... Сам ребенок. Но если мы исходим только из вопроса цели полагания, любыми способами, да, или какими-то способами, вопрос не будет решен. Давайте... И он не решается. Давайте подходить к этому вопросу с позиции коммуникации. Что это значит? Ну, как минимум, нужно для себя отметить, что своим нежеланием разговаривать, ну, со сверстниками, например, или с учителями, или своим нежеланием обсуждать какие-то свои вопросы с родителями, своим нежеланием обсуждать, ребенок что-то говорит. Вот что я хочу сказать. То есть нежелание говорить – это способ разговаривать, да, нежелание подняться – это способ коммуникации. Да, мы можем сказать, что там в основании может лежать какая-то болезнь, генетически обусловленная или еще какая-то, но у биологических причин всегда есть, ну, такая человеческая, культурная, если хотите, да, надстройка, да, коммуникативная надстройка. И мы никуда от нее... То есть если мы ее не замечаем, дело пропало. Ну, биологию тогда надо учить, и все, да. Тогда ребенок – это кусок, извините, биологической массы, которую нужно каким-то образом трансформировать. Ну, в которой происходит некая биохимия, и которую можно решить, например, с помощью таблеток. Сейчас конец. Да, конец. Ну, конец разговорам. О чем мы будем разговаривать, ему нужны антидепрессанты. Вот. Что значит коммуникация? Ну, по-русски, да, или другим словом, синонимом – общение, разговор, отношение. То есть это что-то, что касается не только ребенка, ну, в данном случае, да, обездвиженного какого-то, нежелающего куда-то идти, а что касается нас двоих. Хотя родитель на первых этапах задает такой, ну, казалось бы, для него очевидный вопрос. А я-то что, я готов разговаривать, я вот там на работу хожу, я вечером мою посуду, гуляю с собакой, еду приготавливаю, мы тут с папой что-то делаем, да. Я-то что. Вот, но это коммуникация. И вот идея, которую мы с вами тоже предварительно, на которую мы вышли, я бы хотел ее телезрителям озвучить, ну, не идти к ней долго, а если будут вопросы, мы бы ее развернули. Ну да, у нас уже за вторым экватором мы уже перевалили. Поэтому, да, я почувствовал это. Идея в том, что если мы хотим, как родители или как специалисты, вернуть, как это сказать, смысл и живительную силу этой коммуникации, нам стоит ее рассматривать с позиции ресурса, если можно так сказать, да. Не с позиции того, что то, что он делает, это неэффективно. Ну, вот в примере, да, там, ты позвонил... То есть у нас вот сейчас есть проблема в семье, мы не можем наладить общение со своим ребенком, и тогда вы как специалист говорите, это не проблема, это ресурс, да, где вы можете двинуться дальше. Я говорю так, наверное, я подвожу к такой мысли. Родитель говорит, мы не можем наладить общение со своим ребенком. Я как специалист говорю им, уважаемые родители, вы уже находитесь в общении с ребенком, оно уже налажено. Вопрос в том, что оно вас не устраивает и, возможно, не устраивает ребенка. Это принципиально другой подход. Потому что родители в данном случае думают, что они общаться начнут только тогда, когда общение выправится. Ну, что это значит? Когда мы сможем с моим ребенком сесть за стол и, глядя друг на друга, взявшись за руки, ну, что-то друг другу сказать. Ну, грубо говоря, когда он будет таким, как я представляю себе, как я, родитель, представляю себе, да, и только тогда, то есть мне нужно к этому привести, и только тогда наша коммуникация, ну, случится. Только тогда мы будем общаться. Если мы исходим из позиции, что мы уже сейчас общаемся, что мы уже сейчас друг другу что-то сообщаем, да, своими отказами разговаривать, своими капризами, своими раздражениями, своими конфронтациями, может быть, да, лежанием на диване. Если мы уже видим, что мы принимаем эту идею, что мы уже сейчас общаемся, то мы тогда способны различать, ну, или, по крайней мере, начать задумываться, а потом различать, а что говорит ребенок таким образом. Ну, то есть если подводить к инструкции, да, где приходят родители и говорят, дайте мне инструкцию, как общаться с своим ребенком, то я так, собирают уже в кучку. Первая инструкция – это вот вы уже общаетесь, попробуйте начать анализировать, можно так сказать? Ну, можно, но там масса вопросов может быть, да, что значит анализировать, а неужели я сейчас не анализирую. Ну, вот ситуация или вот этот подход, да, и, в принципе, просто пространство кабинета психотерапевтического, да, какой-то консультации позволяет пошагово, это такая сейчас завуалированная или, может быть, открытая реклама психотерапевтического пространства, ну, как такового, да, позволяет посмотреть, ну, там мама рассказывает о сыне, который, которому так тяжело, ну, по каким-то, болеет он, да, ну, скажем так, да, который не может ходить в школу, он пропустил много занятий, ну, там, 3-4 месяца пропустил, да, возникает вопрос, на второй год он останется, да, пропуск очень, он не успевает, там, значит, ну, масса вопросов, масса тревоги, да. Мама спрашивает сына, ты звонил, ты ходил в школу? Нет, не ходил. Ты звонил, ты, там, отпросился, ты что-нибудь в учительнице, это самое, нет, я, да, ну, а как, когда, я сама пойду, и так далее, вот какой-то вопрос. Потом она приходит, говорит, ты звонил, я звонил. А кому ты звонил? А я звонил Пете, однокласснику, да, и сказал ему, что я не приду. С позиции мамы что это может быть? Блин, ты звонил Пете, а вдруг Петя не сказал ничего, ну, учительнице, может быть, он сам в школу не пришел. То есть с позиции родителя сын был неэффективен, ну, абсолютно, потому что, скорее всего, он не решил проблему, да, скорее всего, там ему также поставили Н в журнале, как он не пришел, плюс один день, да, плюс один день не было. И мама сваливается во взаимодействие, которое, возможно, и привело ребенка к этому состоянию, я имею в виду взаимодействие, ну, я, конечно, предполагаю, да, обесценивание действия ребенка, то есть… Ну, может быть, не привело, а закрепляет, Елена, мы бы так сказали, да, я немножко так опережаю вас, надеюсь, не перебиваю, да, и мама может в этот момент сказать, слушай, ну, ерунда какая-то, вообще, что-то такое сделал, ну, и может услышать ребенок в этот момент свой адрес массу. Узнал ли ты уроки, там, да, или еще там что-то. Ну, то, о чем вы сказали, может быть, он в этот момент, ребенок может услышать массу, как сейчас модно говорить, это словечко обесценивающих каких-то высказываний, то есть массу вопросов, которые показывают ребенку, какое он, ну, я грубо скажу, ничтожество, или какой он слабак, или какой он неэффективный, да, родитель в этот момент сердится, мама сердится, да, или она переживает, она, конечно, взволнована, но она вот, ну, не удовлетворена, да, она понимает, что вопрос нерешенный. Так вот, а второй момент, если мы смотрим на это общение с позицией ресурса, с позицией коммуникации, мы вместе с мамой можем сказать, «Хм, смотрите, ребенок сделал, этот сын сделал для себя, этот парень сделал для себя какой-то шаг важный, да, он позвонил Пете, то есть что-то его на это сподвигло». То есть предыдущие три месяца он не звонил, а вот сегодня позвонил. Может быть, он даже звонил Пете, но в этот раз он отважился сообщить об этом маме с папой, да, папе. А до этого он не говорил, до этого он не делился такой информацией. То есть мы здесь не знаем, да, звонил, не звонил, но, по крайней мере, это очевидно какое-то движение. И тогда мы из позиции вот этого ресурса, если хотите, да, из позиции того, чтобы поддержать, чтобы из позиции того, что это и есть коммуникация, да, мы думаем, как дать, во-первых, ему понять, что… Слушай, я рад, что ты… Хотя бы позвонил, о чем вы поговорили, да, вот, и что он тебе сказал, ну, хотя бы поинтересоваться, да, каким был разговор. Хотел бы получить информацию об этом разговоре, но не давать ему оценку, да, не навешивать никаких ярлыков ни на ребенка, ни на содержание его беседы с этим Петей. Соглашусь. И, кстати, вот то, что я сейчас говорю, ну, в качестве примера, эта попытка может быть абсолютно никуда не годящейся. Ну, то есть родители говорят, а я спросил. Вот я просто вспоминаю пример. Он мне ничего не сказал. Он сказал, ну, промолчал, ушел. Это не значит, что ваша попытка должна быть выброшена в мусорную корзину, и по этому пути идти не надо. Вы можете то же самое. Ну, потому что вопрос доверия, вопрос доверия в коммуникации, вопрос доверия в отношениях, вопрос того, что она действительно заинтересуется. Ей действительно не все равно. Она действительно мама. Да, конечно, ребенок это не тумблер. Если родитель начинает себя вести чуть по-другому, ребенок это поставит под сомнение. Конечно. Да это и взрослый любой поставит под сомнение. Любое разумное существо, имеющее рациональность, поставит под сомнение и будет прав. Я думаю, что за это его еще можно и, ну, я не знаю, внутренне похвалить, сказать, какой молодец, да, она сразу не это самое, ну, раздумывает. Так вот. Если родитель начинает себя вести последовательно, да, проявлять вот этот интерес, раз, два, даже если ребенок его отвергает в силу своих каких-то причин, то потенциально это может чуть-чуть растопить лед. Конечно. Плюс нам нужно оставить за ребенком право отвергать. Нам нужно оставить за ребенком и радоваться этому праву, и радоваться этой возможности, что ребенок может отвергать, что он может отказываться. Это этап роста, это этап овладения, не только словом «да», но и словом «нет», которое тоже важно, да, а то потом родители говорят, слушайте, мой ребенок почему-то не может говорить «нет». Он вот позвали его в компанию выпить, он пошел, позвали его какие-то девчонки, он пошел, да, позвали его в институт, он пошел. Ну, правда, не в тот, в который он хотел пойти, да, он пошел совсем в другой институт, а теперь мы не знаем, что с этим делать. Вот. Ну, это такие отдаленные последствия. Понимаю, что время у нас, кажется, подходит, да. Ну, все, буквально тут, да. Ну, если это… Подводим итог, короткий и прощаемся. А итога не будет, будет запятая. Я сейчас люблю эти знаки припинания. Я готов поставить запятую, если нашим телезрителям, может быть, нам с вами будет важно и интересно об этом говорить в следующий раз, появится обратная связь, еще что-то. Мы к этой теме, к этому вопросу вернемся. Я думаю, да, сегодня для затравки мы затронули такой большой пласт, в котором можно говорить, рассуждать и слушать какие-то истории от наших телезрителей. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова